Привет, фармассы! Сегодня политический выпуск. Ожидал ли Вова Путин, когда вводил карантин, что народ будет против? Будут организованы какие-то массовые волнения и так далее? Да вряд ли. Он, наверное, рассчитывал, что своим питомским взглядом и гипнотизирующим голосом он усыпит бдительность народных масс Охласа. И тем более обидно ему, что первонародные волнения произошли во Владе Кавказе, в Северной Осетии, которая недавно только присоединилась к России. Это все равно, как если бы в Крыму произошли такие волнения. Это был бы вообще пиздец. Но крымчане не такие пассионарные, как осетины, поэтому что случилось, то случилось и случилось там. По крайней мере, впервые на повестку общественного мнения вышла тема, что COVID это фейк, что коронавирус это фейк. Это озвучено во Владе Кавказе, а не какими-то блогерами, которых можно закрыть и так далее. Это озвучено широкими народными массами. И первый звоночек для власти прозвучал во Владе Кавказе. Потому что если там уже начало кипеть, то неизбежно скоро будет и где-то еще прорвет. Потому что народ банально голодает во время всего этого розового карантина, гламурного, так сказать. Потому что власти забыли, что кроме тех людей, которые едят пирожные, есть люди, которые питаются хлебом, видимо. Вот у них нет сбережений. Они живут от зарплаты до зарплаты. И, видимо, скоро, не знаю, им придется или заниматься разбоями, или ходить на митинги. Но что-то одно из этих двух, на мой взгляд. Вот. Поэтому первый звоночек для власти прозвучал. Теперь смотрим, как быстро власть отменит карантин. Ну, если она его собирается продлевать еще до конца мая, то это, по сути, мне кажется, самоубийство для власти. Вот. Тогда можно и конституцию не менять, потому что даже Путину точно ничего не светит. Ха-ха.